Двухлетний непоседа Максимус в ожидании. Скоро приведут старшего брата. К морозу привык, спасает густой подшерсток. Его старший брат Ник вырос в тепле, поэтому не такой пушистый и меньше размером. Долгожданная встреча братьев Пумят состоялась. Ник на правах старшего брата повел себя сдержанно. Чего не скажешь о Максе. Он все-таки малыш, поэтому весело прыгал. Хоть и родные, а все-таки хищники, поэтому встреча через решетку. Животных в Самарском зоопарке дрессировщики Владимир и Наталья Исайчева навещают в каждый приезд и всегда привозят своих хвостатых воспитанников. И пумы у них в номере только наши. Все шесть пум, а пумы у них шесть. Это приплод двух лет, десятого и одиннадцатого годов. Я, насколько знаю, это, наверное, единственный зоопарк у нас в России, где вот так вот приезжают уже, кстати, не первый раз в гости циркачи с бывшими нашими животными. Исайчевы, единственные в России, работают с пумами. Животные подвижные, сильные, могут прыгать на шесть метров в длину. Эти кошки не отзываются на кис-кис, только на свои имена. Хорошо реагируют на знакомый голос. С животными, которые родились в зоопарке, работать легче, признается Наталья. Увидел, да? Увидел брата. Самая, наверное, лучшая кошка. По ней видно, что у нее в данный момент в мозгу происходит. То есть, если она увидела объект, то у нее сразу можно по глазам прочитать. Ник – самый невозмутимый и ручной представитель пум. В тепле и вовсе потерял интерес к происходящему. Великодушно подпускает к себе всех для фотографии. Для самых маленьких – викторина и розыгрыш билета на цирковое представление. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События.